Здравствуйте, дорогие телезрители! На вашем общественном телевидении программа «В сиянии рамп» и с вами ее автор и ведущая Лариса Габитова. Совсем недавно, буквально на днях, триумфально прошел показ фильма «Раскол по культуре» по телеканалу «Культура» режиссер Николай Николаевич Досталь, автор сценария Михаил Николаевич Кураев. И сегодня в нашу студию мы пригласили писателя, сопредседателя Союза российских писателей, лауреата Государственной премии России Михаила Николаевича Кураева. Михаил Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Спасибо большое, что среди вашего очень плотного графика писательского вы выделили время и пришли побеседовать со мной и с нашими телезрителями. Я вас поздравляю с такой вообще великолепной, огромнейшей работой, как «Раскол». Принимаю эти поздравления как один из участников работы. Кино – дело коллективное. Кино – дело коллективное. Михаил Николаевич, я хочу сегодня начать нашу беседу не с «Раскола», а с первой вашей серьезной для вас работы «Капитан Дикштейн». Потому что эта повесть писалась много лет, насколько я знаю, и даже указано 10 лет, так скажем, ее написания, период ее написания, но я знаю, что она еще даже дольше создавалась. То есть вы работали редактором на «Ленфильме» и при этом параллельно занимались писательским трудом, да? Такая длинная дистанция в работе над этой сравнительно небольшой вещью объясняется очень просто. Я ее писал не для печати, я ее писал для себя. Если бы я хотел вот скорее впрыгнуть в литературный трамвай, значит, хоть на подножку, я бы по-другому, наверное, писал, и наверняка быстрее. А поскольку мне вот как, знаете, Башмачкину нравилось буквы выводить, вот мне так же нравилось писать слова. И поэтому она писалась, потом попала на глаза уже, когда была закончена, другим людям, и они ее носили в издательство. Я даже ни в одно издательство это посылал и не носил. То есть вы ее писали параллельно со своей службой на «Ленфильме» редактором? Да, и с написанием сценариев тоже. Потрясающе. Это была у меня, так сказать, домашняя работа своя. Домашняя работа души, так скажем. Для себя только. Ну, это очень чувствуется, что она написана вот именно от души, потому что такой язык, который хочется погружаться и читать, он очень современен своей психологической подоплекой. Вот первая и третья часть этой повести, они, собственно, не событийны, они скорее психологичны. Средняя часть – это, да, это мятеж 21-го года, Кронштадт. То есть это, ну, как бы то, из чего может быть создан сценарий. А я вот знаю, что это первая ваша такая задумка с Николаем Николаевичем Досталем. Вы собирались снимать именно Дикштейна? Я не собирался. Собирался Николай Николаевич. Мы познакомились после выхода повести в «Новом мире» в 87-м году. Мы познакомились в 88-м, и еще так близко была литературная работа, близко, что я не видел совершенно сценария из этой вещи. И сказал, хотите, берите, пишите сценарий, я кино здесь не вижу. И как-то работа не состоялась. А затем прошло почти 15 лет, и Николай Николаевич снова вспомнил и предложил вернуться к этой вещи. И поскольку уже возникла дистанция такая, я написал сценарий. Сценарий этот был принят. Но вещь дорогая, это корабли, это мятеж, это войска и прочее. Не нашли денег. И отложили эту вещь. И вот мы грустные возвращались из Кронштадта, понимая, что уже кораблей нет, уже нужно очень большие затраты на то, чтобы воссоздать 21-й год. И тогда в машине Николай Николаевич меня спрашивает, а нет ли у вас чего-нибудь, с чем можно запуститься сразу. Это человек, как называется, работоголик, трудоголик. Ему без работы стоять совершенно невозможно. Я говорю, вот у меня есть сценарий по моей же повести, Петя по дороге в Царствие Небесное. Он ее прочитал и пошли в работу. Итак, вот это была такая компенсация. И здесь мы как бы, что называется, соединенные общим делом. И было со стороны как раз и Николая Николаевича, и Владимир Николаевич, это его брат-продюсер, предложение сотрудничество продолжить, и мы перешли к Расколу. К Расколу. А с Петей все, как вы помните, обошлось благополучно. Да, 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 благополучно обошлось. Я все-таки хочу еще на пару слов вернуться к Дикштейну, потому что Петю и Раскол мы можем смотреть, так скажем, по кинематографу, а Дикштейна мы не увидим. Однако же именно эта повесть, в 2010 году, за нее вы получили премию, ясное, не премию, а название «Современный классик». Давайте я вам помогу. Хорошо, хорошо. Это премия имени Льва Николаевича Толстого, «Ясная поляна» в номинации, вот можете себе представить. Современный классик. Современная классика. Современная классика. Это большая разница, потому что современный классик – это персонаж, современная классика – это вещь. Обладатель премии. Это вещь. Да. Значит, и вот как бы лауреатство получило вещь. Ну, а я, поскольку к этой вещи причастен, значит… Значит, и являетесь… Эти лучи на меня тоже как бы падают. Да, да, да. Поэтому номинация «Современная классика». Современная классика, да. Михаил Николаевич, вот эту современную классику, капитан Дикштейн, обязательно должны читать наши современники, потому что они узнают о своей стране значительно больше. И потому что вы говорите очень завуалированно, но человек умный, он понимает, о чем вы говорите. Вот, в частности, я хочу зачитать маленькую-маленькую, маленький абзацик. Он никогда не мог ощутить себя тем элементом… Это герой. Да. Или тогда говорили винтиком. Огромный, многосложный, прекрасный, разумный, охватывающий всю жизнь во всех ее подробностях машины, которая разом включается. Для этого и приходят вовремя люди на работу, и разом выключается. Потому что нет смысла какому-то винтику еще и вертеться, если вся машина уже отдыхает и набирает сил к завтрашнему вращению. И еще на службе, насколько знал Игорь Иванович, каждый должен как-то доказывать себя. То есть постоянно всем и каждому доказывать, что ты место своего достоин, а может быть, достоин и большего. Так винтики превращались в шурупчики, шурупчики становились рычагами, рычаги вырастали до приводных ремней, и уже приводные ремни незаметно, но очень тесно сливались с главным маховиком. Как вообще цензура-то была, нет? С той идеологией я читаю просто в полнейшем восторге. Я писал, повторяю, для себя. А когда это печаталось в 87-м году, конечно, уже были времена, прямо скажем, достаточно либеральные. Ну да, да, да. И потом по внутреннему миру, ассоциативному ряду, сон Игоря Ивановича, когда птица летит, и она не может даже крылом взмахнуть. Она летит просто как камни. То есть это, ну, это такое душевное состояние. И вот ваша служба на Ленфильме, ведь все-таки, так скажем, формат предполагал вам очень и очень ограничивать свои истинные мысли и истинные... Нет. Нет? Нет. Преувеличивается, наверное, вот давление обстоятельств, на которые граждане пытаются свое малодушие, как бы, сослать и оправдать. Потому что вот я проработал редактором на Ленфильме 30 лет, почти 28. Я делал только то, что я хотел и в чем я был уверен. Меня никто не мог заставить быть редактором картин, с которыми я внутренне был так или иначе не согласен. Если же человек хотел делать карьеру, если же человек хотел новых должностей, если же он имел в виду какие-то свои планы, тогда он говорил, меня обстоятельства ломают, заставляют, вынуждают. Так это, дорогой мой, ты сам себя ломаешь, ты сам приспосабливаешься. Поэтому, ну, зато я вот 28 лет просидел редактором, не сделав карьеры. Ну, с другой стороны, вот тоже опять-таки из Дикштейна очень-очень я, так скажем, согласна с этой фразой, значит, капитан Дикштейн. Всегда с охотой шел на работу по твердой такси. Здесь есть душевное равновесие и покой от ясного понимания своего будущего. Так вот, один мой знакомый, аспирант Фил Фака, умнейший человек, вот умнейший, и он мне сказал так, наиболее я был счастлив, когда работал на стройке. То есть вот это вот ассоциативным рядом работа все-таки... Но какая у него была работа? Колоть дрова. Колоть дрова, да. Кроликов там разводить. Да, работа у него была, прямо скажем, специфическая. Значит, не был снят Дикштейн, но был снят Петя, и Петя получил победу на Московском кинофестивале. Называется Гран-при 31-го международного Московского кинофестиваля. Да. Тема Блаженных, она на Руси всегда очень актуальна и интересна, потому что у нас много таких людей, погруженных... Мы название не сказали полное. Петя по дороге в Царствие Небесное. Потому что это рассказ действительно о человеке, не от мира сего. Это реальная совершенно фигура. Это Петя Макаров из поселка гидростроителей под Кандалакшей. Это кусок моей биографии. Там, где вы с папой... Вот реальная, да, история совершенно. Вы были маленьким мальчиком, да? Ну, что значит маленьким? Ну, молодым. Мне уже было 12 лет, 13 лет, слава богу. Я помню это все. Неплохо. Действительно таких людей много. Вот общаешься вроде адекватный, а говорит адекватные вещи, а потом говорит 30 рублей. Нет, то есть ему хотели заплатить 30 рублей, а он говорит, нет, 30, не 30, 25. Потому что 2,5 – 7, а 3,0 – 3. Вот в двух словах для зрителей, кто не читал эту повесть. Это история о человеке, который возомнил себя инспектором ГАИ. И он инспектировал всех. Ему подарили фуражку, и он... Жезл. Жезл. Ну, история кончается трагически. Его приняли за, так скажем, беглого дезертира. Не дезертира, а уголовника. 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 И расстреляли. Очень, очень вдумчивая история. Ее хочется читать и хочется думать. Действительно, Михаил Николаевич. Молодежь должна читать вообще классику, и в том числе нашего современного классика Михаила Николаевича Кураева. Никаких возражений. Кстати, вот эти вот книги можно купить в наших магазинах. Первый и второй том «Укращение победителей». Здесь собраны эссе, здесь собраны повести. Роман тут есть один даже. И роман даже есть. Кукуев называется. «Вхождение Кукуева». Ну, про Кукуева мы сейчас, наверное, не будем. А будем все-таки о вашей грандиозной работе, которая… Ну, большая, скажем. Грандиозная работа, потому что 20 серий художественного фильма в наше время, когда снимаются одни сериалы, совершенно потрясающим языком. То есть я была уверена, что это не киносценарий, а что это роман полностью изложенный, потому что язык настолько переданный атмосферу, того времени. Михаил Николаевич, скажите, пожалуйста, вы, наверное, сидели вот несколько лет окруженной летописием. Нет. Наверное, первый шаг к этой работе, сам того не зная, я совершил, когда взял в руки «Житие протопопа Аввакума». И вот с первых же строк этой удивительной совершенно книги «Не позазрите просторечию нашему, понеже люблю природный русский язык, виршами филозофскими необык речи красить, понеже не словес красных Бог слушает, но тел наших хощет». Все. Он меня взял на всю жизнь. И поэтому, когда кинокомпания предложила обратиться к расколу, то я это предложение принял. Хотя в ходе работы, конечно, многое менялось в моих представлениях. Во-первых, погружение в исторические обстоятельства более серьезное, чем до того. Потому что мне было чрезвычайно симпатично, как бы я считал, прозябающая в тени своего сына фигура Алексея Михайловича, царя, отца Петра Первого. И вообще 17 век, он как бы мне казался обойденным вниманием. Ну вот в рецензиях на фильм читаешь иногда, иногда. В большинстве случаев благодарят за то, что вот к этому веку нас приобщили. А есть такие, в общем, эрудиты. Что вы нас с школьными знаниями там? Все это знают. Вы нам не повторяйте то, что мы по школьной программе проходили. Что же касается сегодняшнего исторического знания, на Руси, то оно вопиюще, вопиюще ничтожно. Вот мы в Санкт-Петербурге только что отмечали 200-летие Казанского собора. Что нам сообщило телевидение? По указу Павла Первого был построен собор в память о войне 1812 года. Мама родная. Мама родная. Когда умер Павел, убили вернее его, прикончили. И когда война состоялась 12-го года. А он повелел построить, вот какое у нас историческое знание. А нам говорят, вы общеизвестные вещи говорите. И дело не только в том, чтобы рассказать, и просветительскую какую-то, исполнить миссию, и вот рассказать, что было в том веке. Дело не в этом совсем. Если же говорить крайне коротко, что в результате работы возникло для меня, как ее смысл. Я не прихожу, придумав какие-то смыслы в материал, чтобы потом иллюстрировать то, что я умный придумал. Наоборот, я иду в материал, и ищу в нем смысл. И когда вгляделся в обстоятельства эти трагические, кровавые, огнедышащие обстоятельства 17-го века, я понял, что вот здесь, рассказывая эту историю, нужно сказать об ответственности власти за принимаемые решения, об ответственности светской власти, об ответственности церковной власти. Что они принимают? Какие решения? И кто за это расплачивается? Тысячи, сотни тысяч людей расплачиваются за их затеи, которые не продуманы по своему результату и ближайшему, и далеко идущему. До сих пор расхлебываем раскольничьи дела. И кто раскольники еще спорят? Так что эта история вот как обернулась для меня смыслом, который, как мне кажется, не замыкается только в обстоятельства 17-го века. Во все времена надо напоминать власти, что надо отвечать за то, что они делают. Чтобы отвечали не только головами населения, мужики и народ. И в этом смысле мне показалось, что никакие усилия не будут лишними. Эта мысль оправдывает себя. Теперь еще одно обстоятельство. Мы знаем, что в 17-м веке Никоньянская церковь, сегодня официальная русская православная церковь, и сторонники старого обряда разделились. Ну и, естественно, спрашивают, или же не спрашивая в комментариях к фильму, говорят о том, одни, что вот мы за никоньянцев, другие говорят, нет за старообрядцев, нет, дорогие. И не за тех, и не за других. Это была моя позиция с самого начала. И не за тех, и не за других. Потому что мне без разницы, если же Никон, не желающих креститься тремя пальцами, морит голодом, сжигает в срубах, я не за никоньян. Конечно. Если Аввакум посылает на смерть своего сына, мажет в праздник благовещения могилы дегтем, я не за Аввакума. А за кого? В фильме есть эпизод, где крестьянин, мужичок такой, он сквозной персонаж, пунктирно проходит через вещь, со своим внуком, они идут попахать и вот сеют зерно из лукошка, как по тем временам приходилось. И он говорит, мужичок, теперь бы вот Господь нам дождичка послал. И тут же хлынул дождь. Вот кого слышит небо. Да, да, да. И после этого они прячутся под хламину какую-то, и дед рассказывает внуку, как он Бога видел. Да, да, да. А как он видел Бога? А Бог-то что делал? А он облака пахал. Ага. Он свой, он пахарь, он сеятель, он творец. Да. Вот с кем Бог, если он есть, не с теми, кто жестокости от его имени творит и пластает. Помните, как Иса Давыдович Кликман говорил о том, что все войны произошли от религий? Ну, не уверен я в этом. Все войны и вся кровь в истории? Нет. Ну, зачем же? Почему? Ну, в гражданскую войну так сказать, воевали не, воевали православные друг с другом. В основном-то и красные, и белые, и крещеные все были. Значит, это потом уже стали выяснять отношения с церковью, а во время гражданской войны крестились и те, и другие. Больше того, вот возьмите календарь коммуниста там за 29-й год, там праздники, государственные праздники, Рождество, это все было при советской власти еще. Так что, эти войны, есть гражданские войны, есть войны. Ну, какая война с Германией религиозная. Ну, нет, нет, это, я думаю, заблуждение. Это заблуждение. Другое дело, что, да, религиозные войны, они тоже имеют место быть среди прочих, но не причина всему. Причина всему, и вот здесь я абсолютно согласен с нашим замечательным историком Зиминым, основателем исторического музея, который сказал, что все революции начинаются во дворцах. Вот, когда делят власть, когда забывают об обязанности власти, вот там завариваются все каши, когда ответственность не хотят нести за принимаемые решения хозяева земли, вот там революции возникают. Это не марксистская точка зрения, но в высшей степени заслуживающая внимания. Михаил Николаевич, я думаю, что мы про раскол можно говорить бесконечно долго, и интересно вас слушать, и мы бы могли посвятить этому три часа беседы, да? Три часа вашего... Кто же выдержит? Надо зрителей повелеть. Хочу вас спросить о следующем. Вы очень много читаете лекций за рубежом. Ну, случается, да. И рассказываете о русской литературе и о советском кинематографе. Вот пару слов расскажите об этом. Насколько интересно западным студентам, молодым людям русская культура? Ну, вот этой весной мы были с женой приглашены Канзасским университетом, и был у нас такой лекционный тур с севера на юг, и просили читать лекции не только о литературе, ну, просили рассказывать о своих занятиях литературных тоже, а на юге, на родине Фолкнера, я читал лекцию о Фолкнере. Потрясающе. По их просьбе, по их просьбе. Вот, это на родине Фолкнера мне было очень лестно. Так что у них интерес разнообразный. Им интересно увидеть, как вот в зеркале российском отражается американский классик. Ну, я в меру своих возможностей попытался им это рассказать. Их интересует естественно, коль скоро я представляю Ленинград, Санкт-Петербург, они знают мою блокаду. Просили, вот специально отдельная лекция была о ленинградской блокаде. Михаил Николаевич, вот, к сожалению, такой краткий у нас формат. Я думаю, что мы следующую нашу передачу начнем именно с блокады, потому что с вашей повести блокады. Спасибо большое вам за встречу, спасибо. У нас в гостях был писатель Михаил Николаевич Кураев. Это была программа «Всияние рамп» и ее автора-ведущая Лариса Габитова. До свидания. «Всияние» «Всияние»